Вчера во время концерта Екатеринбургского шансонья Александра Новикова в Театре Эстрады были ограблены две женщины-зрительницы. У одной из них воры вытащили кошелек с деньгами, а у другой и вовсе подтянули всю сумку. С крупной, между прочим, суммой. Вероятно, если бы сам Новиков узнал происшедшее, он был бы очень огорчен. Александр Васильевич в своем творчестве давно отошел от воровской романтики, благотворительствует цирквам, пишет музыку на стихи Есенина и чурается выступать в одних концертах с исполнителями блатных песенок. Однако те, о ком он пел 20 лет назад, по-прежнему ходят на его выступления. И ладно бы, просто ходят, но и совмещают отдых со своим гадким промыслом. Ко мне подсели молодой человек, пониже которого сейчас определили, с ним еще один, а сзади молодой человек с девушкой. То есть с тих четырех, они постоянно переговаривались через ряд о чем-то. И все вот, как бы сказать, это настолько было оживленно. Я, начались выступления, все Александр Новикова. У меня сумка стояла слева от меня, но она ближе к ноге, потому что она скатывается туда, я ее взяла, потом посмотрела, сумки внизу нет. Сидевший рядом с ней молодой человек концерт воспринимал очень экспрессивно, крутился, жестикулировал, все время оборачивался к своим друзьям. Я говорю, где сумка ему? Он так эмоциональный, такой крутится, на одном месте не сидит, какие-то там возгласы. То есть сумку он приподнял в свое сиденье, и сумка лежит уже под его сиденьем. Я достаю эту сумку, при нем прямо проверяю, кошелька там нет. В кошельке этой женщины было 80 рублей, а вот с другой поклонницей шансона приключился еще более дикий инцидент. Уже в гардеробе после концерта Ирина с подругой одевались у зеркала. Юркий молодой человек, единственный мужчина среди женщин, бросался в глаза сразу. Однако сработал так называемый эффект оцепенения. Да, конечно, я видела два парня, один наталкивал, они нагло, просто нагло в глаза стоят, смеются и видят, что я вижу, что не воруют. То есть я когда за ним побежала, завтра, я его просто в толпе не могла не догнать, ничего. Люди не расступаются, я пока выскочила, может быть, он куда-то убежал. Одного гаврика, назвавшегося Костей, общими усилиями все же удалось поймать, но он, естественно, от награбленного успел избавиться. Карманник вел себя нагло, чувствовал, что доказать его причастность к кражам будет очень сложно. Между тем, пострадавшей женщине было совсем не до смеха. Ее сумка обнаружилась в мужском туалете, но ни кошелька, ни сотого телефона там уже не было. А в кошельке, между прочим, лежало порядка 11 тысяч. Пять своих и шесть тысяч казенных. Ирина, сотрудница оптовой фирмы, получила их от клиента и не успела сдать в бухгалтерию. В надежде хоть что-то вернуть, пострадавшие женщины и закованный в наручники воришка направились в Ленинское направление внутренних дел.